расскажи про инцидент в осло в осло на днях был убит чеченец как оказалось этот парень чеченец он был убит полит полицейскими патруль полицейский патруль приехал видимо вызвали в общем этот парень он был ну неадекватен это был тот самый парень который 2019 году точно также с ножом на мосту помните бросался на полицейских но тогда его обезвредили с помощью электрошокера который которым стреляют и таким образом его задержали когда он предстал ну когда он был уже под следствием выяснилось что у него есть психические отклонения и ему было предписано принудительное лечение как он оказался сейчас на свободе он сбежал или его отпустили мы пока не знаем я по крайней мере не видел этой информации но в общем так получилось что он вышел оттуда и далее вы видели наверное есть кто не видел я у себя в telegram канале эти кадры опубликовал он полуголы и такой с оголенным торсом босиком с ножом в руках в общем он очень агрессивно там себя ведет и видимо приехавшие туда этот полицейский патруль одна машина то есть двое полицейских они пытаются его как-то обезвредить машина его пытаются как-то сбить потом придавить к этой к стене но у них не получается он он просто вырывается и нападает одного полицейского и в этот момент в общем полиция применяет оружие и расстреливает его по моему там выстрел в 6 или 8 они его производят после этого скорая увозит его но он уже то ли в скорой то ли в больнице он очень скончался тяжелая судьба по ходу у этого парня отец был убит российскими оккупантами у нас в чечне они по моему родом с гехова если не ошибаюсь был убит в чечне мать еще с маленьким сыном когда он был еще маленький начале где-то нулевых она эмигрирует в норвегию потом там ювенальная юстиция забирает его у матери и передают его какую-то норвежскую семью в общем он воспитывался в этой норвежской семье в общем по всей видимости у него еще с детства были какие-то психические отклонения на этой почве в общем как бы там ни было этот этот человек это человек который был неадекватен поэтому какой-то ответственности за свои действия не несет я просто выражаю слова соболезнования его родным и близким лагуя что у кавказа был шанс в 90-х выйти не смогли сейчас государство рф настолько сильное что легко сможет задушить любую попытку стать независимым ну видишь это же переменчивая тема вот это вот сила сегодня до ситуация такая что мы вынуждены вот здесь вот просто об этом говорить постоянно напоминать чтобы эта идея она горела в сердцах наших нашего народа наших людей это это все что мы пока можем сделать сегодня как говорится даже костры в лесах чечни уже не горят да действительно очень серьезно нас конечно подавили но эта ситуация она очень переменчива и примеров подобных истории очень много поэтому главное чтобы эта идея она горела сейчас вот это вот важно сохранить а когда будет удобный момент мы воспользуемся мешала у нас вот подобный период он уже был нашей истории не так давно это наша высылка и затем возврат из высылки это как раз вот ровно такой же период когда страна была очень мощная любые попытки там какого-то разговора о своем суверенитете просто жестко пресекались людей там объявляли врагами народов гулаг и так далее это все было у нас но как только появилась вот это вот окно возможность в 90-х в конце 80-х начале 90-х воспользоваться шансом да и объявить свой суверенитет мы им воспользовались вот сейчас мы находимся в таком же ожидании и когда у нас такой шанс появится чтобы мы им могли воспользоваться нам нужно чтобы вот эта идея была эта идея в ходе костры в лесах погасли но в сердцах этот огонь ему нельзя дать погаснуть он должен гореть поэтому сейчас наша деятельность она направлена на то чтобы вот этот вот огонь в сердцах он не погасал бамутские авиалинии ассалам алейкум брату алейкум ассаляму рам тала бамутские авиалинии а вы не попали не попадаете под санкции сша и европейского союза сейчас я читал что европа и сша готовят пакет санкций в отношении аэрофлота и даже turkish airlines говорят в эту тему как-то попали не знаю почему возможно потому что они работают с беларусью летают туда и возможно эти беженцы которые сейчас штурмуют польскую границу они возможно прилетают беларусь авиакомпании turkish airlines поэтому наверное ее пытаются тоже пустить под эти санкции и я надеюсь бамутские авиалинии не коснулись эти не коснуться эти санкции нихло так получается не ахмат маргарита сила семоньян я бы сказал силов в этой конкретной ситуации это семоньян оказалась сила салам алейкум том что почему за бороду уже не дергают силовики лет пять назад за нее доставляли в отделы ставили на учет в том числе и ты кому доставили проблемы алейкум ассалям но если быть точным то уже семь лет назад шесть-семь лет назад я не могу точное дать определение почему это произошло некоторые товарищи здесь конечно сказали бы то есть если я был как они то я бы сказал да это я это сделал на самом деле нет я не знаю что что он не повлияло но в какой-то момент именно вопрос вот этот бород они его как-то отпустили и наоборот сами все стали носить бороды это стало их визитной карточкой почему не знаю то они ходили софи линейкой замеряли усы и сколько там миллиметров они у тебя их нельзя было брить они вы они не принадлежали теперь они были государственные у нас усы бороду нельзя было носить на фоне сбритых усов сейчас что-то вроде как смотрю и усы взбревают короче как-то отпустили они этот вопрос а как хасану халитову попасть метал пишут на бот обратной связи к хасану халитову можете попасть либо напишите просто в поиск хасан халитов латиницей либо у меня на канале я делал репост его канала вы сможете просто перейти и присоединиться кстати говоря youtube вводит сейчас ноу-хау ну точнее решили они отказаться от дизлайков то есть это не значит что вот у вас не будет кнопочки дизлайк но теперь вы не будете видеть количество дизлайк вы сможете поставить дизлайк на видео но вы не будете видеть сколько человек поставили дизлайк это буду видеть это будет видеть только автор канала и наконец-таки появилась возможность у чгтрк грязный отпустить этот вопрос не скрывать лайки и дизлайки теперь чгтрк грязному не нужно будет ничего скрывать потому что дизлайки мы так мы все равно не увидим мы теперь увидим только количество лайков на видео а так как дизлайки не видны то их и скрывать смысла нет ну что остается только поздравить с этим событием иллюзиониста он ныне занимает должность директора чатарка грязный чингиза ахмадова принимай наши поздравления ваша твоя работа стала легче youtube облегчил тебе твое время а вы жалуетесь на американцев на google все недовольны они о вас думают любая империя падает рано или поздно как считаешь какой ряд событий должен произойти чтобы рф не смогла удержать свои республики на самом деле такой круговорот знаете это одна империя падает другая появляется это падает следующая появляется нельзя сказать что все империи они вот как бы исчезают и и вообще мир скоро будет без империи но не так просто они как-то видоизменяются они принимают другой облик но они все равно существуют эти империи да действительно многие империи пали очень мощные казалось что они никогда не падут настолько они были мощные но они пали появились новые они тоже сейчас очень мощные и тоже кажется что они никогда не падут но и они тоже будут появятся ли новые думаю да и новые опять будут появляться это будет такой постоянный круговорот до судного дня